Добрый вечер, друзья! Сегодня мы откроем еще одну страничку. Страничку еще одного ребенка, за которым мы будем следить. Мы следить будем длительное время. Это работа не на месяц и не на два. Это значительно дольше. Но сама история пока напомнится, потому что уже пришли первые результаты. Два дня назад мы получили от мамы письмо. Я мама, Олеся Викторовна, сын Марк, папа Станислав Эдуардович. Проблемы по развитию сына. Стоит диагноз задержка психоречивого развития и гиперактивность. Как такового диагноза аутизм врачи не ставят и правильно делают. Марк разговаривает. Начал в 4,5 года. До полутора развивался хорошо. Говорил отдельные слова. Затем ближе к двум начал уходить в себя. Перепробовали много курсов, медикаментозных лечений, терапии. Но, к сожалению, достигли лишь того, что Марк начал разговаривать, но только лишь повторяет все слова. Обращенная речь только отдельными словами на уровне быта. Смотрит в глаза. Понимание речи есть. Пришло к 5 годам. Читает, считает, знает английские стихи и проблемы. До сих пор не ходит на горшок. Не писать, не по-большому, простите. Все под себя. Стереотипии. Кусает средний палец руки. Когда смотрит телевизор. Вокализация. Пищит, кричит. Не понимает, если делаешь замечания. Не усидчиво на занятиях. С детьми взаимодействует редко. Сам одевается только, когда заставляешь и то, как попало. Ласковый и хитрый. Если что, нужно, любит обниматься и целоваться. Занимаюсь сама с ним. Также педагог по развитию речи. Раньше занимался логопед. Ходим в обычный детский сад. Понимаете, когда мы получили это сообщение, оно у нас как-то тревоги не вызвало. Вроде бы как-то ребенок все-таки развивается. Ребенок все-таки говорит. Вроде в обычный детский сад ходит. И, честно говоря, даже случайно получилось, что мы очень быстро просмотрели, можем ли мы помочь и как. Но когда мы начали просматривать, дальше реакция была быстрая. Мы взяли его в консультации сразу первым, в ближайший момент, когда мы грузились. Мы работать начали с него. Переписку начали с мамой. Мы даже не ждали ни ее оплат, ни еще нам надо было ее решение, чтобы она сказала просто «да». А все остальное потом. Почему? Мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Мы же заглядываем в подсознание, и мы видим структуру психики. Мы видим, как она устроена. И более того, мы сейчас хотим это все описать. Это значительно дальше, чем говорил Юнг. Это значительно дальше, чем говорил Фрейд. Мы идем на другие глубины. Там другая информация. И эта информация нам реально дает возможность всем дружно, кто тренируется в инфодайвинге, работать, разбираться и двигаться дальше на результат. Для того, чтобы с этим работать, это восстанавливать. То есть мы видим блоки программного обеспечения в человеке, как они расположены. У Марка была одна особенность. Во-первых, была блокирована душа. Во-вторых, полностью отсутствовали структуры психики. И вот именно Высшее Я, как Высшее Я, бутерброд с прописанным программным обеспечением, как набор программ. Была одна программа ума, с которой отсутствовала связь души. То есть она была сама по себе, и с которой не было перетока энергии ни в Эго, ни Высшее Я. Эго было недоразвитым. Там был минимум, который начал закладываться во время рождения, и потом он остановился, заблокирован был. То есть вообще всё напоминало такой мешок, из которого отдельно торчала программа ума, которая была неплохо развита. И для того, чтобы она получила развитие, я понимаю, сколько труда вложила в ребёнка мама. Представляете? И вот когда видишь такие результаты и понимаешь, что просто невероятная мама, это всё карма, это всё карма, карма обоих родителей. С душой поговорить напрямую не получается, потому что она блокирована. И принять какие-то решения по дальнейшему, всё-таки какие-то прогнозы получить и так далее невозможно. Мы можем опираться только на родителей. И самое главное, почему мы резко заторопились бросаться помогать, программа ума была увеличена энергетически настолько, что, например, если бы в детском саду была провокация, и он бы завалился в психоз, а он, вы слышали, гиперактивный и так далее, кричит, не понимает, не усидчивый и так далее. Если бы где-то была провокация на психоз, то при первом же срыве программа ума просто бы как воздушный шар разлетелась, она была переполнена уже, да, а энергии оттока не было. И дальше, ну, просто пожизненно пускать слюни в дурки. Ну, вот это такая картина, которая просто рисовалась, потому что будущего как игрока у него не было. И, честно говоря, это шокировало. Мы понимали, что есть нечто, это невероятно интересно нам залезть, что же это такое, как такое могло произойти, как вообще могла так психика сформироваться, на каком этапе был сбой, да. Понятно, что это сбой кармический, но на каком уровне матричном, потому что в данном случае душа блокирована. Мы начали работать с ним первым. И каково же было наше удивление, когда вот нам мама разрешила идти дальше, когда мы увидели, что душа просто попала в такую воронку, которая была сделана из кармы родителей, то есть, грубо говоря, за подня, да, вот она летела на инкарнацию и просто ввалилась в неё. И попала в мешок, захлопнулась, и вот она в такое тело попала, и она бы отыгрывала. Отыгрывала за что? Не за что, да, в данном случае это не его карма. Это была карма родителей. Причём, понимаете, вот если есть очень жёсткие кармы, там, убивал, там, насиловал, ещё что-то, да, самоубийство, убийство, там, ну, невероятная история, то в данном случае такой истории не было. История сама по себе была много-много веков назад, когда два брата, два брата, очень дружно жили и очень чутко к друг другу относились. И пообещали друг другу, что если один умрёт, то второй умрёт вместе с ним. И, соответственно, когда умер один брат, второй покончил с собой. Вот с этого началась кармическая завязка. Соответственно, дальше инкарнационные циклы. И инкарнационные циклы, так как было клятва, связывающее их обещание, связывающее их вместе, тем более оно было связано кровнью с самоубийством, да, то дальше они воплощались в разных инкарнациях. Где-то муж и жена. Вот в той инкарнации, когда был муж и жена, муж ревновал свою жену и говорил, что я убью тебя, потом убью себя, да. Потом где они были преступник, и его догонял детектив, детектив его застрелил. Потом везде было ли вот это вот окончание такое, не очень хорошее, но они менялись ролями. В одной жизни я тебя тырю, а в другой жизни ты меня тыришь. И вот такая игра из жизни в жизнь. И карма только накапливалась и отягощалась. И отягощалась, и они оба уже устали, обе души устали. Говорит, как вырваться из этого круга, просто уже реально им обоим надоело. И такое сплетение программ было. Мы предложили родителям проговоры. Проговоры, знаете, как вот в этих всех вещах есть такая тонкая штука, там же менялись стороны в инкарнациях, менялись языки, менялись взгляды на жизнь. И в каждом действии принималось какое-то решение, которое в дальнейшем заплетало еще больше эту карму. И нам вот, когда мы перепрограммируем, когда мы говорим, отмены все этих программ делаем, нам сложно подобрать сами формулировки, то есть там слова уже не значат, там единицы информации и суть. Поэтому мы со всех сторон обходили, как вычерпать эту суть, забрать, и как потом забрать эти ресурсы. Они были не позитивны, эти ресурсы. Их надо было трансформировать в более высокие частоты, встраивать в жизнь. Мы их просто забирали, прогоняли, встраивали. А родители, в принципе, родители никогда не понимают, что мы делаем. Их дело проговорить, если они согласны. Если их души согласны, то они проговаривают то, что мы говорим, мантры. И в данном случае, как бы шизофренично это ни звучало, душа папы, она все-таки в данном случае была заинтересована, потому что в этой жизни мама бы его тырила и пинала ногами. Ему бы тотально не везло нигде, ни в бизнесе, нигде, нигде, нигде. А мама в данном случае была посредственно очень активная, классная, потому что у нее облегченный вариант кармы был. А в следующей жизни уже она была в таком варианте. И вот когда мы это все позакрывали, честно говоря, самое сложное было. Карму мы закрыли. Закрыли, но еще, понимаете, когда я говорю закрыли, когда еще родители не проговорили, когда души их еще не дали согласия, мы просто видим, как это наперед, как оно должно быть. А как оно станет, будет зависеть уже от родителей. И здесь могут быть такие немножко нюансы. Поэтому нам всегда важна первая неделя, прижились ли те изменения, что мы предложили родителям или нет, насколько они восприняты ими, серьезно, несерьезно, но они зашли им в башку. И в данном случае нам было важно работать с ребенком, потому что у него полностью отсутствовали структуры психики. И когда мы освободили душу, уже закрыв карму, душа нам начала активно помогать. Она сама была в шоке от того, что она оказалась в такой дурной ситуации. И здесь мы тоже использовали из техник методы копирования с параллелей. То есть откуда еще можно скопировать структуры психики. Мы использовали, в общем, мы много чего использовали, инструментов. Мы полностью создали психику Марка Занова. Мы ее создали, душа сразу включилась, душа опытная, у него душа тоже старая, сразу включилась по каким-то моментам сценарным. Самое главное, мы полностью привели в баланс и создали Высшее Я, Эго и программу Ума. Спустили вот эти программы избыточные, спустили избыточную энергию так, чтобы у ребенка не было провокаций даже на психоз в дальнейшем. И чтобы снизить его вот эти гиперактивные состояния. И самое главное, восстановили связь души и восстановили Бутерброд, восстановили Высшее Я. И вот эти вот все связи полностью, надо было запустить энергию, все это сделать с рабочим, оживить. И, честно говоря, это невероятный объем изменений, изменений на физиологическом уровне в мозге человека. То есть Вы же понимаете, это все нейронные связи. Это все гипофиз, это все эпифиз, это все вилочковая железа, это все эндокринная система в дальнейшем. То есть нагрузка неделю по физиологии будет большая. И мы это дело все запустили, а начнется все с проговоров родителей. Он должен был просто где-то бегать, присутствовать, в поле находиться, когда родители пойдут на отмену кармы. То есть и начнется магия. Это магия в чистом виде. И его душа сказала минимальный срок на первичное включение неделя-две. Вот, по-моему, так. Но, Вы знаете, я реально очень рада за Марка, потому что уже сегодня я понимаю, что наши изменения включились. То есть мы уже даже не ждали неделю. Через неделю у нас будет следующий сеанс, потому что у него не сформировано будущее. У него не заложены картины жизни сценарные. Возможно, душа сама скопирует, например, у мамы или папы или возьмет из своих предыдущих воплощений. Но надо будет смотреть, чтобы она не набрала там разводов или там страданий, еще чего-то. Потому что иногда от души проходят, например, какие-то религиозные воплощения, и потом оттуда несут какую-нибудь чушь. А вот мы же стараемся, когда мы закладываем детям, мы закладываем сценарий, чтобы у них там было трое-пятеро детей, чтобы у них была любовь, чтобы у них был бизнес, чтобы у них была реализация и так далее. У этих детей в дальнейшем не будет кармы. И вот я сейчас... Это осознанные дети. Это уже осознанные дети. Я сейчас вам включу то, что прислала мне мама, и включу видеомарка. Отошли он наш сын, начал кушать яблоки. Красные яблоки, такого не было. А еще... Я же говорила, что он устроил футбол нам на нас вчера. Мы сейчас нашли с работы. Я только открыла калитку, у нас во дворе лежит мяч. Мяч для собаки. Она играет с ним в футбол, его кусает, кидает. Он такой вот старенький, но он до сих пор надутый. Такой крепкий мяч. И он начал играть в футбол во дворе. То есть... Еще и как весело. И мама бросил сумки посреди двора на каблуках. Давай носиться вместе с сыном. Надо же команду создать. Да так еще хорошо. Он как-то пинает прям по цели. И прям захватывает ногой. В общем, Наташенька. Мне прям вот... Я вот... Я не знаю. Я в таком полусне нахожусь счастливым каком-то. Как будто это не с нами происходит. Спасибо вам огромное. Спасибо. И вот отрывок видео. Сейчас я здесь смотрела уже. Где Марк? Где Марк? Где здесь видно, что Марк кушал яблоко? А, да. Кушай яблочко. Кушай, мой хороший. Кушай. Кушай, хороший мой. И Марк здесь кушает яблочко. Да, вот так. То что там? Что там у тебя? Что случилось? Пять. Ну-ка, это что? Один. Один? Три. Два. Две ручки, да? Да. Пальчики вон там. Привет. Как надо привет делать? Так. Привет. Привет сделать? Камки. Камки. Не быстрый путь. Мы не творим чудес. Мы делаем те вещи, которые мы видим, как можно делать. Мы идём тем путём, когда мы видим, что что-то можно исправить. И понимаете, в данном случае то, что мы делаем, оно полностью завязано с кармической историей человека. Есть карма мамы, есть история, есть карма папы, есть варианты помощи ребёнку. И видите, физиология, она становится вторичной, да? Она важна, она важна, она занимает очень много, она, наверное, больше всего времени занимает на восстановление. Хотя, вы знаете, и даже психику собрать в тяжёлых случаях. У нас есть ещё один тяжёлый случай, там девочку мы пробуем собрать из-за очень тяжёлого состояния. Во всяком случае, мы в качестве эксперимента взялись и за такой вариант, то есть там, где вообще полная безнадёга. И психика может восстанавливаться до нескольких месяцев, да? То есть, когда там нет информации по процессам восстановления. Но у Марка, она пошла восстанавливаться быстро, то есть прижилась быстро, душа включилась в игру. Самое главное, что душа решила играть в этом теле. Это ключевое. Душа говорит, да, я буду играть. Вот с этого момента нам становится проще. Мы можем с ней разговаривать, мы можем спрашивать, что тебе надо. Надо ли тебе какой-то участок нейронов скопировать там с параллели. Надо ли тебе там суставы скопировать или печень, почки или ещё что-то. Понимаете, каждый раз шиза такая, но душа говорит, вот мне надо информация об этом, мне надо об этом, мне надо об этом, помогите. А мне надо, чтобы родители делали зарядку. А мне надо, чтобы родители меня отвезли в путешествие. Мне надо. То есть, душа смотрит, что ей надо, какие программы восполнить. Хватает ли ей там визуальных файлов или аудиальные файлы нужны. Или ещё какие-то. Потому что мы не можем понять, что ему нужно здесь и сейчас. А душа говорит, мне надо для того, чтобы там речь развилась вот то-то и то-то. И мы тогда, что можем, то делаем сами. Что не можем, то мы, соответственно, говорим родителям. Но самое главное, что вот при таком подходе, не лекарственном, а душевном, здесь речь идёт о душе. Здесь была болезнь души. У детей идут облегчения. Я буду искренне рада, когда мама мне напишет, что Марк ходит на горшок. Что у Марка всё хорошо с пищеварением. Что у Марка всё хорошо с выделением. Что у Марка проснулся интерес к жизни. Хотя, вы знаете, уже игра в футбол говорит о многом. Это значит, интерес пошёл. Это значит, энергия души пошла. Иначе бы она ему не вкатила энергию именно на такого рода игры. То есть на хаотичные движения энергия качается из травмы. А на осознанную игру, да, а это уже осознанная игра, уже качается интерес. Это уже другой канал. Тот канал, который не было, который мы делали. Значит, процесс идёт. И для меня это счастье. Это счастье, что ещё одной истории стало больше. Истории невероятны. Истории для врачей сумасшедшие. Я жду, когда хоть один врач заинтересуется. Ребят, как вы это делаете? Когда он включится и скажет, я хочу научиться точно так же. Потому что мы реально этому учим. И это может абсолютно каждый человек. Продолжение следует...